Сегодняшнее заседание, назначенное на 14.00 по Москве, началось вовремя, хотя после срыва предыдущего заседания в Киеве готовы были допросить сотрудников Беркута по видеосвязи, но сегодня провокаций не произошло, так что в районный Святошинский суд все арестованные были доставлены вовремя. Бывшие сотрудники Беркута, их защита, адвокаты, судья, гособвинители, они в Киеве. Виктор Янукович здесь, в ростовском областном суде. Надо сказать, что в данном случае российский судья выполняет роль, так сказать, модератора. Экс-президент Украины выступает здесь в качестве свидетеля по делу о событиях на Майдане, когда в феврале 2014 года главная площадь Киева, площадь независимости, стала эпицентром противостояния между так называемыми сторонниками Евромайдана силовиками. Украина обвиняет бывших сотрудников Беркута в массовом расстреле протестующих. В начале заседания Януковичу дали слово, но произнести его он не смог. Его постоянно перебивали, а потом задали вопрос, что называется, в лоб. Отдавал он приказ стрелять по митингующим или нет? Я с самого начала до самого конца был против применения оружия и против кровопролития. Это была моя принципиальная позиция, поэтому я не мог давать таких приказов. Жестокая расправа была фальшивой псевдооперацией. Она была рационально спланирована и выполнена с целью свержения правительства и захвата власти. Расследование находит разные доказательства привлечения к этому союзу крайне правых организаций, особенно правого сектора и свободы, и олигархических партий. Спрятанные стрелки и наблюдатели разместились приблизительно в 20 контролируемых зданиях на территории Майдана. Доказательства, что протестующие были убиты именно с этих мест, включают около 70 свидетельств, в основном от протестующих на Майдане. Несколько видео, как снайперы целились в протестующих из этих зданий. Сегодня Виктор Янукович представил суду три внушительных тома, четвертый в процессе подготовки собранных им доказательств того, что в кровопролитии на Майдане виноваты нынешние киевские власти. Кс-президент Украины также выразил сожаление, что не смог вовремя принять правильное решение и пресечь протесты. Я не ожидал, что мои политические оппоненты пойдут таким образом на кровопролитие. Для меня это было непонятно. Но я никогда бы не смог поднять руку и подписать какой-либо указ, который привел бы к кровопролитию на Украине. Бывший президент Украины на этой видеоконференции заявил также, что закон, который был принят Радой в феврале 2014 года о недопущении преследований и наказания участников Майдана, нарушают конституцию страны. Он уже говорил об этом на пресс-конференции в пятницу, но теперь донес это и до украинского суда. Янукович считает, что невозможно рассматривать убийства протестующих и оставлять без внимания убийства милиционеров. Инициатива участвует в судебном процессе, напомню, исходила от самого Януковича. Он подал ходатайство в суды Украины и заявил, что готов дать показания по всем возбужденным делам, в которых он фигурирует. Однако этому препятствовала изначально генпрокуратура Украины. Адвокат Януковича Виталий Сердюк считает, что в Киеве опасаются получить таким образом нежелательные для них сведения. И сегодня прямо на заседании генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что хочет предъявить Януковичу обвинение в государственной измене. Но напомню, что экс-президент Украины выступает здесь только в качестве свидетеля.